Приветствую вас на канале, на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня мы будем делать макияж синими тенями. Вы меня давно просили показать разные варианты макияжа с новыми тенями Refil компании Ariflame. Сегодня будем делать синий, ну и скомбинируем, может быть, немножко розовенького, немножко беленького. На самом деле, я еще его не пробовала, этот макияж. Будем вместе с вами экспериментировать. Ну, что хочу добавить. Я уже заранее подготовила кожу, чтобы не тратить наше с вами время. Навела брови и осталось накрасить только глаза и губы. Ну, я, конечно же, буду использовать для макияжа глаз праймер под тени, сами тени. Мне понадобится несколько кистей. Я обычно использую три кисти. Одна тонкая, острая, для того, чтобы выводить уголочки. Пушистенькая, для тушевки, добавления светлых тонов. И вот такая большая пушистая кисть, для того, чтобы растушевать все, завершить макияж, довести его до идеала. Мне понадобится карандаш. Он будет тоже синий. Этот карандаш из серии Giordani Gold. Кстати, сегодня тоже его буду выгуливать в первый раз. И я планирую, что мы с вами сделаем подводку сверху, да, такие стрелочки. И, конечно же, завершим макияж глаз. Это тушь, моя любимая, XXL 5 в 1. Итак, поехали. Приступаем. Беру праймер. Хочу сразу сказать, что праймер классно помогает растушевать тени. Нужна вот такая вот маленькая капелюшечка. Надеюсь, вам хорошо видно. Растушевать, приклеить тени, чтобы они лежали просто идеально. Я уже заранее взяла зеркало побольше. Теперь главное вам не загораживать мое лицо зеркалом. А то я, бывает, увлекаюсь и начинается. Так. То есть чуть-чуть нанесла. Сразу ношу на второй глаз. Сразу сделаем макияж двух глаз. А то я периодически делаю. Один глаз накрашу, второй нет. Сейчас будем вместе красить, потому что это уже не так долго. Самое долгое все-таки в макияже это вывести кожу, все замаскировать, румянец навести. Теперь беру острую кисть, беру тени и чуть-чуть набираю синий оттенок. Чуть-чуть. Кстати, могу в это зеркальце краситься. Но нет, буду в большое, чтобы лучше было видно. Потому что если не в то место положить этот темный акцентный цвет, то потом будет очень сложно выровнять ситуацию. Поэтому сразу смотрю. И лучше всего наметить это, глядя прямо перед собой, где будет стрелочка. Но я уже примерно знаю свои глаза. Даже не примерно, я их очень хорошо знаю. И смотрите, как нужно держать кисть. Не вот так вот снизу. В этом случае мы будем засыпать вот это поле, пространство, которое должно остаться светлым. А я держу кисть так сверху и аккуратненько прокидываю так тенюшечки. Аккуратненько. И я всегда смотрю еще форму брови. То есть если бровь изогнутая, то и тени должны лежать тоже слегка изогнутые. Чуть-чуть, да? По форме глаза. То есть чтобы линии повторялись. Тогда это будет все красиво и гармонично. Не будет выходить из контекста. Вот я бросила свой, это мой, кстати, любимый макияж. В основном я его все время делала. На бросочек. Потом прокидываю вдоль линии роста ресниц. Я всегда делаю от центра глаза, то есть от середины зрачка начинаю стрелку. Расширяю ее. Чем ближе к внешнему углу глаза, тем стрелочка становится шире. И вот таким образом, дойдя до края глаза, я просто соединяю вот эти две линии. Может быть, да, сначала вы испугаетесь, скажете, боже, какой ужас, такие резкие линии. Это нормально. Если заметили, я еще не запечатала макияж. Я только сделала набросок. Потому что я потом проведу нижнюю стрелку. Потом мы дорисуем, чтобы все это было гармонично. И сразу же делаю второй глаз, чтобы этот набросок был одинаковый с двух сторон. А вы можете делать вместе со мной. Ставить видео на паузу. И самое главное в этом макияже, это поймать вот эту свою линию, где должна проходить вот эта верхняя часть теней. Потому что чуть выше, чуть ниже, уже картинка меняется. И глаз меняется. Выражение глаз совершенно становится другим. Поэтому, какой эффект вы хотите достигнуть? Кстати, в прошлом видео, если не смотрели, посмотрите. Там я делаю как раз полный макияж от и до с нуля. Выравниваем кожу. И я там объясняю некоторые фишки, как макияж может влиять на собеседника. То есть, вот, смотрите. Тут жужжит телефон. Прорисовали. И смотрим. Вот это должно быть сейчас максимально одинаково. Потому что на этом этапе, если что-то пошло не так, вы можете все это стереть совершенно спокойно, опять нанести праймер и начать уже делать. Заново. Беру карандаш. Почему он нужен? А сейчас такое вот выражение у меня незавершенности. То есть, сверху очень много темного, пока без тушевки. А внизу просто прозрачное, да, как будто провал. Вот это огромная ошибка. И почему я не люблю наращенные ресницы? Потому что это выглядит очень искусственно и кукольно. Обязательно, когда вы, если наращиваете ресницы, обязательно прорабатываете нижнюю часть века. То есть, вдоль линии ресниц мы рисуем стрелочку. И обратите внимание, я ее не делаю остренькой, там, тоненькой. Я ее сразу же делаю немножечко такой размашистой, то есть, широковатенькой. А потом еще тенями мы ее дорабатываем. То есть, делаем растяжку. Какой красивый синий цвет в Джордане. Я вам передать не могу. Он с каким-то даже таким фиолетовым подтоном. О, слушайте, это просто красота неописуемая. И тут очень важно не обращать внимания на аккуратность, потому что это, опять же, это набросок, с которым мы еще будем работать. А вот сейчас нам нужны будут опять кисть. Синий цвет, чуть-чуть. Смотрите, я прям вот краешком кисточки набрала их. Еще, знаете, чтобы не переборщить, можно еще тени выбивать об руку. То есть, лишнее снять. Ну, я лишнее не беру. Кстати, чем мне понравились эти тени? Есть у них такой плюс один, что они не слишком сильно пигментированы. Ну, и не слабо. То есть, они в меру. Если вот видите, я нанесла. То есть, они достаточно уже яркие. Но бывают тени, которые просто сильно припечатывают сразу, очень темные, и там просто страсть их уже невозможно никак убрать. Смотрите, я прорабатываю нижний век. Таким образом, прям кисточку держу под наклоном. Смотрите, я держу вдоль лица. То есть, не вот так вот, не перпендикулярно, а параллельно коже. И аккуратненько кончиком делаю такую вот растушевочку. То есть, у нас сначала яркий цвет и уходит в такой светленький. Можно взять светлых теней. Тут же добавить тушевочку. Вот что получается. То есть, такой растушеванный глазик уже берем. На второй глаз то же самое. Часто спрашивают, кому подойдет такой макияж. Ну, практически всем. Особенно тем, у кого веки нависшие. То есть, это единственный способ сделать эффект открытых глаз распахнутых. Это прорисовывать вот эту искусственную складочку. Сейчас чуть-чуть я посмотрю, немножко в глаз себе залезло. Так, вот, все получается. Все время сравнивайте. Во, вот так мне хорошо видно. Чтобы все это было одинаково. Растушеванность. Теперь мы проверяем границу глаза. Я прокладываю кисточку через угол глаза, край носа, край брови. И смотрю, чтобы у меня тени не вылезли за этот край. Но вот как раз я угадала эту линию. И вот тут мы начинаем делать втирание уже, да, такую тушевочку. И тут же можно взять маленькую пушистую кисточку, набрать более светлый оттенок. Я беру вот такой розово-золотой цвет. Мне, кстати, он понравился. Но он не насыщенный. То есть, если вы ждете, что у вас прям будет там перламутр такой сиять. Нет, они прямо такие прозрачненькие. Дают легкое сияние. Неакцентное. То есть, они вот именно такие вот для тушевочки. Смягчить цвет, границы, вот эти переходы сделать. То есть, по мне это супер. Потому что я не хотела бы тени иметь очень яркие, чтобы как бы они резали глаз своим ярким цветом. То есть, растушевали. Вот, смягчили линию. И мне очень нравится большая пушистая кисть. Я ей тоже делаю такие вот смахи. Дорабатываю тушевочку вот эту. Ой, простите, если загораживаю. Не очень, конечно, удобно краситься перед камерой. То есть, я бы сказала, даже вообще неудобно. И это, конечно же, еще и отвлекает. Я кращусь обычно быстро-быстро, раз-раз-раз. Рука уже набита. Сами, понимаете, если каждый день делаешь макияж, то уже, по-моему, просто уже по-другому как оно может быть. А еще многие спрашивают, если тени уже морщинистые, какие лучше тени использовать. Ну, конечно же, лучше матовые. Потому что блеск, он как бы добавляет... Ну, преломляет цвет. И складки смотрятся еще более глубокие. Морщинки. А такие вот матовые тени, они выглаживают, наоборот, кожу. И смотрятся более привлекательно. Глазки. Так. Сравниваем. Вы тоже смотрите. Я смотрю. Мне кажется, у меня разные хвостики. Да, один подальше, другой поближе. И мы тогда сюда чуть-чуть добавляем цвета, где мы его съели или стушевали нечаянно. Макияж достаточно яркий, что можно и без стрелок, в принципе, обойтись. Поэтому не буду красить стрелки. Беру синий же этот же контур и прохожусь в уголочках глаза. Если вы помните, тени идут уже от середины глаза. А вот до этой середины нужно довести карандаш. Ой. Ой. Вот эти в ресницах. Но для этой цели карандаш нужно чуть-чуть поострее. То есть я сделала соединение с тенями. Оно такое незаметное. Я потом еще тенями чуть-чуть подтушую. И с этой стороны то же самое. То есть легкую соединительную линию. Заметьте, как я беру карандаш. То есть, опять же, чтобы удобно было вести эту линию. Все. Синий макияж. Глаза, кстати, вообще сразу цвет меняют, когда цвет теней влияет на цвет глаз. Так. И я беру, опять же, эту пушистую кисточку, которая тушевала, и набираю самый светлый оттенок. Это нюд. Молочный нюд, по-моему. То есть это в матовых оттенках единственный светлый цвет. Лишнее сдуваю. Единственное, чем он мне не нравится, в отличие от всех других, он как будто бы вот сыпется. То есть я его чуть-чуть набрала, и вокруг сразу такая куча этих теней. Конечно, расход из-за этого увеличивается. И я в уголочек, и сюда чуть-чуть прокладываю матовую тень. Собираю еще тень. И опять из уголочка. И подровь. Такое соединение. Чтобы все это объединить. Везде смотрите, чтобы не было пробелов между верхним и нижним цветом. Бывает здесь прокрасить или здесь нет. То есть все соединяйте, все гармонизируйте. Тогда макияж будет смотреться таким целостным и привлекательным. Вот и все. Осталось нам красить. То есть сделать тушь. Я хотела щипочками подвернуть, но я забыла. Не буду делать. Беру тушь. Смотрите, как тушь набираем. Некоторые делают так. Нельзя так делать. Вы туда загоняете воздух вместе с пылью. Мы делаем вращательное движение. И как бы с бочков кисточки набираем больше цвета, больше объема. Сначала я работаю мелкими щетинками. Потому что они позволяют подлезть поглубже к началу роста ресничек. И за счет этого у нас не будет никаких просветов. Чем удобна эта кисть, то что она поднимает ресницы, разделяет их. И коротенькие щетинки не царапают слизистую. Вот так как у меня глаза очень-очень чувствительные, для меня это очень важно. Делаю то же самое. Набираю опять немного туши. Потому что первый слой я сняла на одну сторону. Делаю то же самое на второй глазик. А еще часто вопрос такой задают. А как подобрать макияж под мою внешность? Вернее даже не макияж, а цвет. Я вам сразу скажу, если вы заметили, я всегда подбираю не макияж под цвет чего-то. Глазным или волос. А я делаю макияж под цвет одежды. И я считаю, что это правильно. Потому что, например, если вы накрасите коричневые, шоколадные или рыжие тени, оранжевые, а сами будете одеты в розовые кофточки, ну именно оранжевые и розовые, он не очень сочетается. Так, проходим нижние реснички. Не забывайте, им тоже нужно придать немножко тень такую на них кинуть. Если они у вас слишком длинные, не переусердствуйте. Если они у вас коротенькие, все равно крастьте, как у меня их практически нет, к сожалению. Все равно нужно немножечко их прокрасть. И теперь я переворачиваю щеточку другой стороной и начинаю наращивать реснички. Это второй слой. Такой макияж, он классический, если вы заметили, и так очень часто красятся ведущие в передачах, потому что он самый такой эффектный, выразительный. И легко-легко владеть этой техникой макияжа. Потому что ничего сложного в ней нет. Так, можно будет еще третий слой положить по желанию, по ощущениям, какой вы хотите эффект. Потому что чем гуще и длиннее ресницы, вы их стремите сделать, тем сложнее их сделать такими разделенными и легкими. Чтобы они не собирались в кучу, не висела тушь пучками. Потому что я все-таки это не очень люблю. Мне нравится более такой макияж. Не могу сказать, что он естественный макияж. Есть макияж. Особенно с синими тенями, как он может быть естественный. Но я не люблю, когда перегруз прям так, что прям все там свисает. Легонечко. Вот. Краешки нарастили. Еще раз пробежались по нижним. И можно красить губы. И все, макияж готов. Я думаю, я прям сделаю с вами за 10 минут. Ну какой уж там. Так, смотрим глазки. Еще раз проверяем. Сразу заиграли глаза. Просто я крашу любыми тенями абсолютно. Если одежда соответствующая, то всегда красиво. Губы я сделаю в тон. То есть тоже в холодной гамме. Обязательно. Так как весь макияж холодный. И одежда холодная. То помада тоже должна быть холодная. Я чуть-чуть сделала. Контур. Немножко тушевки. Беру кисточку для помады. Где моя кисточка? Кисточка для помады. Маленькая, упругая. Такая плоская. Возьму помаду. У меня цвет. Зеланд. 306-57. У меня такой какой-то малиновый, розовый оттенок. Мне так она нравится. Кстати. Потрясающе лежит на губах. Одна из моих любимых. Абсолютно неинтересная упаковка у помады. Но самая лучшая начинка, которую я просто люблю. Маленький промах. Чуть-чуть. Вот и все. Майк готов. Как говорится, тыква превращается в карету, а девушка из золушки в принцессу. Но макияж это очень мощная сила. Осталось сделать прическу и можно куда-то отправиться. Прическа готова. Макияж готов. Маникюрчик, одежда. Все. Можно отправляться прям. Ну, не на бал, конечно. Но в гости можно сходить. Клиентам, например. Всем желаю отличного настроения. Красивых вам мейков. Если есть вопросы, задавайте. В комментариях. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok